Привет, друзья! Вы на канале Другая Испания с Еленой Вивас. И сегодня я решила для вас начать новую рубрику гастрономическую, где мы с вами будем готовить различные блюда испанской кухни. Ну, поскольку я живу на севере Испании, в основном, конечно, это блюдо будут североиспанской кухни. То, что здесь чаще всего готовят в повседневной жизни, то, что можно попробовать в ресторанах и так далее. Есть такой стереотип о кухне Испании, хотя как такового термина кухня Испании, я считаю, что не существует, поскольку в каждом регионе готовят свои блюда, что в Испании в основном едят рис, паэлью, и все это запивают сангреей или красным вином. Но на самом деле это не так. Нет, конечно, если вы любитель паэльи, то можете полистать мой канал и найти. Четыре года назад мы создавали для вас видео паэльи из морепродуктов. И вот спустя четыре года я опять решила вернуться к гастрономической рубрике на моем канале. Ну, в принципе, как вообще к каналу, за который я долго не бралась. Вот. Ну, сейчас у нас зима. И зимой на самом деле главным ингредиентом кухни регионов, по крайней мере, северных регионов, все, что севернее Мадрида, главными ингредиентами кухни являются бобовые. Это фасоль всевозможных цветов, размеров, оттенков и так далее. Это горох нут. И чечевица как повседневный продукт, с которого готовят ту похлебку, которая в нашей кухне заменяет больше. Как часто мы едим больше, так же часто в Испании едят похлебку из чечевицы. Несмотря на то, что основные регионы моей жизни в Испании были, это Кантабрия и сейчас я проживаю в стране Басков, ну, начнем мы с традиционного блюда княжества Астурия. Вот я совсем недавно вернулась из путешествия оттуда, привезла с собой наборчик продуктов, из которых мы сегодня будем готовить традиционную астурийскую фаваду. Признаюсь честно, это мое самое любимое блюдо из бобов, которые готовят в Испании. Итак, что нам понадобится для того, чтобы начать готовить фаваду? Смотрим. Итак, какие продукты нам понадобятся для приготовления фавады? Ну, поскольку это блюдо простое, инородное, поэтому и ассортимент продуктов необходимый, достаточно простой и минимальный. Главным ингредиентом фавады является особый сорт фасоли, который так и называется фавада. Посмотрите, какой он крупный. Видите, как два маяк ногтя. И вчера я фасоль с вечера замочила, чтобы она набухла. У меня увеличилась, наверное, раза в два-три. Не знаю, сколько. Ну, наверное, думаю, грамм 300 у меня здесь было этой фасоли. Замочила я в холодной воде и добавила. Обязательно это я всегда делаю, когда замачиваю фасоль или горох нут. Я добавила столовую ложку соли. Для чего я это делаю? Ну, чтобы избежать те последствия от поедания бобовых, из-за которых очень многие ограничивают в своем рационе этот продукт. Ну, короче, говоря народными словами, чтобы избежать процесс газообразования, добавления столовой ложки соли или соды. Но, мне кажется, соль для этого лучше служит. Вот я добавляю при замачивании соль. И еще покажу один трюк. Знаю, что астурийцы за него мне бы дали по башке. Вот, но я это все равно делаю. Опять же, для того, чтобы избежать ненужные процессы газообразования в желудке. Вот, все проходит вообще замечательно. И вот такой наборчик колбас и копченостей, которые также пойдут в кастрюлю вместе с фасолью для приготовления фавады. Это кусочек копченого окорока, причем он на косточке. Косточка нам даст очень хороший навар для бульона. Кусок бекона и колбаски. Здесь у меня две чориса и кровяная колбаска. Астурийская кровяная колбаска отличается от остальных тем, что ее также коптят в процессе приготовления. Из специй нам понадобится паприка, сладкая паприка. Лук я здесь порезала, оливковое масло. Других никаких специй нам не нужно, поскольку основной вкус нам дадут как раз специи, которые содержатся в колбасах. Кастрюлька, водичка и соль. Вот и все, такой минимальный набор продуктов нам необходим, чтобы приготовить астурийскую фаваду. Для начала, что я сделаю, это отсыжу и промою фасоль. Ни в коем случае не готовьте фасоль в той воде, в которой вы замачивали. И поставлю ее варить. Сливаем в трушле. Не очень удобно одной рукой. Промываем. И засыпаем в кастрюлю. Заливаем воду. И ставим варить. Доводим до кипения. И варим 10 минут после того, как она закипит. Для чего мы это делаем, расскажу сейчас, чуть позже. Еще один трюк, про который я вам хочу рассказать. При приготовлении фасоли и гороха нут. Чтобы после обеда у вас не было никакого дискомфорта в желудке. Не было газообразования. Помимо того, что когда вы фасоль и горох замачиваете на ночь, обязательно добавляете ложку соли. И второе, что мы должны сделать. То, что я сейчас буду делать. И за что меня могут прибить астурицы. Если увидят, что я это делаю. Они этого не делают. Но я же для себя готовлю, не для них. После того, как вы поставили варить бобовые. Они у вас закипели. Дайте им прокипеть 10 минут. Сливаете эту воду. Как раз все вот эти нам ненужные вещества туда уже ушли. Заливаете холодной водой. Очень важно. Холодной водой. Это помогает. Есть такое выражение. Напугать фасоль. Она тогда быстрее варится. И более мягкая становится. Проваривается очень равномерно. Заливаете холодной водой. И опять ставите варить. Дальше по рецепту. В данном случае покажу, какой будет рецепт. Сейчас я на несколько минут отключаюсь. Пока она у меня сама там закипит. Как слить воду, я думаю, вы тоже без меня сообразите, как это сделать. И уже включусь на том этапе, когда буду добавлять туда все необходимые по рецепту ингредиенты. Итак, фасоль у меня 10 минут прокипела. Я ее слила. Сполоснула холодной водой. И опять засыпаю в свой чугунок. Разравниваю. И сейчас мы должны в фасоль положить только наши копчености. Кладу бекон. Кладу кусочек копченого окорока. И заливаю все это холодной водой. Залить нужно так. Сейчас, наверное, еще немножко притоплю. Залить нужно так, чтобы примерно на два пальца выше от фасоли. Она не должна у нас быть достаточно жидкой, эта похлебка. Тем более, что фасоль у нас уже хорошо замоченная была. Оставлю опять на огонь. И доводим до кипения. Пока у нас фасоль с копченостями закипает, мы проварим немножко наши колбаски для того, чтобы уменьшить количество жира. Нужно немножко думать о здоровье. Некоторые скажут, что это убьет вкус. Но я с этим не согласна. Тем более, я видела очень много рецептов от самих астурийцев, которые делают то же самое. Итак, ставим на огонь водичку. Кладем наши колбаски. Кладем на огонь водички. Чтобы этот жир затем слить, а не употреблять его. Итак, фасоль у нас закипела. Теперь мы должны сбавить огонь до минимума. Поскольку фасоли нам еще томится примерно полтора-два часа. Хорошо замоченная фасоль, которая прошла вот эти первые 10 минут кипения и потом залитой опять холодной водой, она быстрее варится, чем если просто вы используете фасоль не замоченную. Поставляем ее томиться. Фасоль колбаски у нас тоже закипели. Можно их выключать. Смотрите, сколько жира с них вышло, который нам абсолютно не нужен. Достаем нашу колбасятину. Да, колбасу мы им дальше, когда уже закинем, примерно через полчаса, через час, ее не нужно резать. Ее готовят целиком. Иначе она у вас просто развалится. Смотрите, сколько жира у нас осталось в этой воде, которую мы сейчас с вами выльем. Вкус колбаски не потеряют. Они у нас остаются немножко полежат. Пусть фасоль пока без них поварится. Убавив до минимума, в принципе, можно фасольку нашу и накрыть. И пусть она у нас здесь потихонечку томится. Вот я ее поставила на двоечку. Пока фасоль у нас готовится, еще раз напомню, что в общей сложности, после того, как мы ее слили и вновь залили холодной водой, поставили варить уже с копченостями. Чуть позже мы туда добавим колбаски. Фасоль, она варится в среднем полтора-два часа. Но, конечно же, в процессе приготовления вы сами должны попробовать и определить степенью готовности. Кроме того, соль кладется практически в самом конце. Иначе, если вы сразу положите соль, то у фасоли полопается ее тонкая нежная пленочка. И тогда вы уже получите месиво из фасоли. Все-таки предпочитаю, чтобы фасоль оставалась целой. И поскольку мы кладем в фасоль достаточно много колбас, копчености, тоже с солью нужно быть очень и очень осторожно, чтобы не пересолить это блюдо. Кроме того, хочу вам сказать, что такие фасолевые похлебки, и они относятся к тем блюдам, которые испанцы предпочитают готовить накануне их потребления. То есть, например, вечером сварили, ночь это настоялось, и на следующий день на обед такая фасолевая похлебка подается. Я готовлю в обед. Сейчас у нас тут обед, полдень. И только вечером на ужин я попробую, что же у меня получилось. Некоторых, я знаю, этот вопрос немножко смутит, поскольку многие говорят, мы едим только то, что свежеприготовленное. Ну, окей, можете приготовить, сразу есть. Но сравните, оставьте тарелочку на завтра и сравните, что получится на следующий день. На следующий день, на второй день всегда вкуснее. И это не только касается народной кухни. Многие испанские шеф-повара из ресторанов со звездами Мишлен то же самое рекомендует по части блюд, что касается приготовления из бобовых и даже некоторые рецепты в виде лаги. Из морепродуктов рекомендуют готовить накануне и употреблять на следующий день. Может, когда-нибудь я вам эти блюда покажу, если будет настроение. Да, я такая человек настроения. Вот то, что я вам хотела немного рассказать, пока у нас там все парится, варится. А вы в это время вон там внизу нажмите на колокольчик, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки. Эти лайки меня будут стимулировать делать для вас новые видео. И оставляйте свои комментарии. В комментариях пишите, какие блюда из испанской кухни вы хотите, чтобы я для вас приготовила. Так, прошел у нас уже примерно час. Фасолька варится. В это время мы сейчас должны заняться луком. В сковородке разогреваем оливковое масло. Добавляем заранее порезанный лук. И немножко должны его обжарить. Сейчас уже мы можем закинуть наши колбаски в кастрюлю с фасолью. Пора их. Пришла их пора поработать. Немножко нужно их утопить. Аккуратно все это делаем деревянной лопаточкой, чтобы не повредить фасоль. В камеру прям пар идет. Все. И теперь фасолька наша еще примерно час должна повариться с колбасками. Лучок не забываем поменьшивать. Некоторые лук прям сырым кидают. Видела как бы разные способы. И мелко так порезанный лук кидают сразу. В фасоль. Кто-то кладет просто целую головку. И после того, как фавада будет готова, выкидывает. Мне кажется, что немножко поджаренный лук. Тем более, что мы еще будем добавлять сюда паприку. Когда уже лучок наш немножко прокарамелизуется. Выговорила. И это даст, поможет нам создать цвет нашей фавады. Потому что фавада должна быть яркого. Такого цвета паприки. А не того, как цвета, которого она сейчас у нас. Согласитесь, цвет, если такой останется, это не очень аппетитно. Поэтому сейчас мы жарим паучок. И когда он у нас уже станет прозрачным, добавим в лук паприку, которая придаст как вкус, так и цвет нашему блюду. Итак, лук у нас уже практически готов. И теперь добавляем в паприке примерно 3 столовых ложки. И сразу все быстренько. 3 чайные ложки. И все быстренько перемешиваем, чтобы паприка у нас не пригорела. Поскольку этот продукт достаточно много содержит сахара. Если это все дело пустить на самотек, то он может пригореть. Смотрите, какой у нас лучок красивый теперь получился. Пошел чудный аромат. Выключаем лук. И отправляем его к фасоли. Перемешиваем. Перемешиваем. Все это дело. Так они сильно интенсивны, чтобы фасоль наша не повредилась. И оставляем еще примерно на часик. Все это дело кипеть вместе. Если вам не нравится цвет вашего блюда, в принципе, можно добавить немного томата. В Астурии так тоже некоторые делают. Чтобы он был более интенсивным. Чтобы похлебка, в конце концов, у нас получилась более интенсивного красного цвета. Оставляем на час. Пусть вместе все проварится. Кипит ротненько. Я решила добавить еще немножко паприки. Добавила еще полторы чайных ложки паприки, чтобы цвет был немножко поаппетитнее. Томат я не хочу добавлять, поскольку томат содержит кислоты, которые не очень хорошо дружат с фасолью. Дело в том, что на следующий день от кислот фасоль может стать твердой. Поэтому томат я добавлять не буду. Еще немножко паприки. Вот она приобрела этот красивый, замечательный цвет. Теперь, когда уже фавада готова, прошло у нас время достаточно, я попробовала фасольку. Она хорошо разминается ложкой. Значит, мягкая. Теперь мы выключаем все. И осталось только достать колбаски и порезать их. Все выкладываем отдельно на блюдо. Красотища. Главное, никого не забыть. Никто не забыть, ни что не забыть там. Так, ой, еще одна. Вот, все, теперь все. Что у нас получилось? Вот такая вот красивая фасолька. Очень мягкая. Аромат какой. Закончаешься. Так, и теперь все, что мы должны сделать, это колбаски и копченое мясо порезать на порционные кусочки. И потом разложить вместе с фасолькой по тарелочкам порционным. Ну, и самый приятный момент, конечно, наступил. Это поедание нашей фавады. Вот такая вот она у нас кастрюля. Когда я уже что-то закинула, все колбаски, все мясо порезала. Тарелочки. Друзья, если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите мои новые выпуски рецептов кухни Испании. Пока-пока.